Чаще всего преступления, связанные с мошенничествами, остаются нераскрытыми. Жители нашего города становятся жертвами злоумышленников, которые живут на территориях других государств. Поэтому практически невозможно привлечь их к ответственности. Чаще всего граждане ведутся на уловки в интернете, заказывая товары на сомнительных сайтах. Посылка приходит в Почту России, он приходит, начинает открывать. Вместо того товара, за который заплатил 3, 5, 10 тысяч рублей, приходят носки простые и в довесок, для веса еще что-то там лежит. То есть, соответственно, человек заплатил 10 тысяч рублей, цена этим товаром 100 рублей. Часто граждане отправляют стопроцентную предоплату продавцу, а потом тот перестает отвечать на сообщения и удаляет страницу. Также полиция фиксирует много фактов, когда мошенники звонят с номеров, которые начинаются на 495 и представляются сотрудниками банков. Могут назвать по имени и отчеству и задают вопрос. Вы, Иван Иванович, вы сейчас отправляли перевод на сумму 2 тысячи рублей, 3 тысячи рублей, сумма может быть разная, в гражданину Иванову в город Владивосток. Конечно, я никаких действий не совершал. Тогда, якобы для отмены перевода, мошенники просят назвать им все данные карты. Затем к гражданину приходит СМС с кодом подтверждения операции. Он диктует эти цифры злоумышленникам и с его счета уходят все деньги. Чтобы не стать жертвой мошенников, надо в первую очередь не оставлять на странице в соцсетях свой номер телефона. Быть внимательней при совершении покупок и снятии денег в банкомате. Вот мы производим всевозможные оплаты, покупок и так далее. Мы потом, не задумываясь, берем этот счет и бросаем его в урон. Я, как мошенник, поднимаю, открываю. Там имеется фамилия, имя, имя, отчество и первую букву фамилии. Номер счета. Не весь. Первые четыре цифры, последние четыре цифры. Мошеннику это достаточно для того, чтобы ввести в возобуждение, что он является сотрудником банка. Правоохранители подчеркивают, что сотрудники банка практически никогда не звонят клиентам. В любой ситуации лучше положить трубку и набрать официальный номер, который указан на вашей карте. Полное интервью Андрея Чернышева смотрите на канале Саров-24 в рубрике «Без комментариев». Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.